Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Отвечаю паникерам, которые затянули очередную зраду, очередную пластинку насчет войны, которая переходит в долгу и мол Россия это выгодно, а нам не выгодно потому что Россия великая, могучая и вот она такая, она сейчас возобновит силы и опять пойдет в очень большое наступление и возьмет все свои танки Т-34 и даже Т-27 и нападет только через некоторое время и с утроенными усилиями но давайте разберемся, прежде всего не забывайте такую вещь что Россия невеликая, она большая по территории, но уж точно не могучая по одной простой причине, что она ничего не производит своего, понимаете все ее величие, оно зиждилось на продаже нефти и газа, ну золото, угля, то есть то, что они выворачивают из недр земли все, больше ничего они не производят, никогда в жизни не производили да, они на внутренний рынок производили, были сборочным цехом по сборке автомобилей Тойота, по-моему стиральных машинок Индозит и зубной пасты Помарин или что они там еще выпускали, я уже не помню ну вот такого плана, то есть это на чужих технологиях, на чужих комплектующих они просто ставили отверточную сборку того или другого продукта, этого всего сейчас нет дальше, деньги от нефти, газа, золота и так далее они не получат, дело в том, что произошла стратегическая смена направлений потребления данных углеводородов и золота, в том числе золото не углеводород, но тем не менее, так вот произошла категорическая смена направлений у Запада, который потреблял их нефть, их газ и так далее, у Запада теперь новые контракты с надежными поставщиками и они не будут покупать, они точнее уже не покупают, на 23-й год уже нету этих контрактов ни газа, ни нефти, ну там основное нефть, еще раз повторюсь, нефть давала российскому режиму в 5 раз больше денег, чем газ так, на секундочку, чтобы вы понимали, и уж точно больше, чем золото, но все три и в том, и уголь, это все под санкциями в настоящий момент а от газа, который не под санкциями, так Путин сам себя обрезал и опять-таки от газа отказалась вся Европа, просто потому что не хотят быть постоянно предметом для шантажа все, объектом точнее для шантажа, предмет шантажа это газ, объект для шантажа это Европа, вот и все то есть Путин сам себе обрезал абсолютно все доходы от те доходы, которые у него были от нефти, газа, золота и угля а других у него доходов не было соответственно, чтобы всю эту банду содержать, вот эти вот, не знаю сколько их там миллионов, эта компания у него просто нет денег, и уж точно у него не будет денег и физическая возможность, поскольку импорт полупроводников запрещен в любом виде у него не будет возможность построить какие-то новые танки, ракеты и так далее, и так далее вскройте любой российский Т-80, Т-90, сколько там стоит российской электроники, я вам скажу, там стоит гордый ноль российской электроники ее там просто нет, там все западное а как же он будет ездить? Я охотно верю, что поедет Т-55, где электроники нет вообще где чих-пых, но на Т-55 ты много в настоящее время не навоюешь вот собственно и вся песня не станет Россия сильнее не через 3 года, не через 5 лет она просто укандропупит сама себя она отъест себе хвост и на этом у нее все закончится она просто сожрет себя, потому что жрать тоже будет нечего потому что комбайны остановятся у них все остановится у них остановятся самолеты, комбайны автомобили, лифты корабли, все остановится они будут ездить на телегах пополните меня на телегах войну Украины не выиграешь я так понимаю, что в следующий раз они нас уже через года 3 будут отдоговать на тачанках вряд ли на чем-то другом при условии сохранения санкций а санкции будут сохранять, потому что в мире дело не в Украине в мире не нужна такая неадекватная сила как Россия ее уже начали контрпупить ее завалят, увидите там будет 20 государств и с ними будут договариваться по отдельности поэтому игра в долгую как раз Путину не годится ему нужно и поэтому все его подергивания сейчас его посмыкивания которые он сейчас начал лупить по гражданским начал пытаться сеять панику пытаться сеять невиру что называется это все от того, что он прекрасно знает что в долгу он не выиграет потому что в долгу ему кирдык ему нужно выиграть здесь, сейчас и сию минуту а это у него не получится и он бесится еще больше слава Украине